вот кстати о пропаганде да ты как бы зацепил очень интересную тему потому что как бы в среде даже украинских журналистов есть большая дискуссия они прямо говорят что там например там ферензи золкин они занимаются пропагандой да и что это не журналистика то что они делают они делают пропаганду вот твое мнение да я потом отвечу ну то есть здесь нужно сказать да ты юрист дима дима айтишник я журналист да у меня более там 10 лет журналистской карьеры я около пяти лет работал в расследованиях да потом я был и ведущим и так далее то есть я чистый журналист да вот говорят владимир золкин пропагандист что такое пропаганда вот как ты думал ты в журналистике всю жизнь вот что такое пропаганда что такое пропаганда ну это как бы такая немного это слово с негативной коннотацией да это слово с негативной коннотацией то есть это как бы пропаганда делается для того часто там как бы пример приводит дебельса да который сделал пропаганду и там людей просто сделал скотов да то есть они как бы он что говорил они верили чисто да вот эти все бюргеры которые были фашистской германии потом они пошли воевать под воздействием пропаганды то что делают русские журналисты это тоже пропаганда да то есть там нет ни баланса мысли ничего то есть они просто вливают в уши вот это все дерьмо которое с телевизора идет это скобеева симонян соловьев это все братья которые есть русские слушают да и вот это много долбилось более восьми лет чтобы украине нацисты на нацисты они в это поверили критического мышления нету и они идут воевать с убеждением что здесь они борются с на нацизма то есть большие критики нет то есть нет баланса мысли да прекрасно то есть я объяснил немного да говорят что я хочу сказать в контексте того что ты уже произнес да опять таки взять причину и следствие то что нужно брать постоянно причина и следствие да вот шла эта пропаганда вот они пошли войной в украину а теперь а теперь я стал пропагандистом который взял вот этого пленного который пришел меня фактически убить да если максимально утрированно я вот он сидит как ты я сижу с ним как с дитем малым и разговариваю а почему ты сюда пришел а зачем а какие ты цели преследовал если взять причину и следствие вторжения россии сюда под воздействием пропаганды то то что мы делаем это никак не может быть пропагандой максимум чем это можно считать это контр-пропаганда но я понимаю чем ты говоришь да я немного то есть вот если чтобы россияне понимали вот когда там например то что говорит владимир вот когда там скобеева или симоньян или кто там соловьев вот эти сумасшедшие у них там вот ихняя мысль она воспринимается как истинно последней инстанции да они что-то там вещают людей верят но когда они даже делают шоу то нету например кого-то кто бы мог он аргументировать да то есть там все когда они там вещает будем бомбить донбасс не донбасс это будем бомбить киев львов на нацисты и так далее нету никого кто будет им аргументировать если там есть два контраргумента одни говорят что нужно сильнее донбить а другие говорят что нужно чуть слабее ну например на кулане могут там вот сейчас там за всегда-то этих всех шоу, я иногда типа смотрю, вот этот приходит Илья Кива сумасшедший, да, это украинец, за которого просто стыдно, он просто идиот, который просто им там подыгрывает, то есть для них это баланс, да, то есть пророссийский политик, потому что это политик украинский, да, это депутат, который подыгрывает, что это нужно все делать, и здесь не у нацистов, но когда мы делаем интервью, что я хочу сказать, у меня такое иногда ощущение, что вот у россиян какое-то прозрение, вот я даже их, у них такое слово есть, получается, да, вот когда я их спрашиваю, я иногда спрашиваю их, а вот что значит слово получается, вы начинаете задумываться над вопросом, который я вам ставлю, и они говорят, получается так, ну это у них как бы любимое, знаешь, почему еще любимое слово получается, потому что получается они себя отстраняют от происходящего, вот получается, получается как будто бы что-то от них независимое, знаешь, вот оно так произошло, получается, но они верят в это они себя не ассоциируют с тем что они не ассоциируют себя что они часть общества который что-то может решать вот честно вот я сделал около 50 50 интервью да вот если мы говорим о украине да то да у нас есть проблема да люди еще не такие осознанно если мы говорим о гражданских общества там по сравнению западными странами например там каких-то громадских организациях как это у нас называют я хорошо знаю италию да потому что я там учился жил пять лет около 50 процентов населения она активно да она где-то вовлечено без денег без ничего то есть они понимают что как бы своей активностью они могут себя в стране что-то менять да это можно например понять на выборах да вот когда мы говорим какие выборы у нас люди самые больше переживают вот просто логика вот какие ты думаешь в украине я думаю что все-таки до сих пор еще президентские до виталии нет местные потому что они понимают что они выбирают политики в которые будут грубо говоря так в кавычках или пирог да там или ломбардии или эмилии романи и так далее то здесь как бы главное до максимально приближенные то есть 50 процентов него что-то вовлечены как если говорить о статистике украины 12 14 процентов это как бы общество которое активно это очень мало да но если мы говорим о русских такое ощущение что вот это как бы это плохо как бы называть но это как бы скот который загнали в рамки да ну даже не верить в то что они на что-то могут повлиять когда ты спрашиваешь ты ходишь на выбор нет я своей жизни то есть там люди из 30-40 лет они не ходят на выборы они ни в что не верят да они верят только в нацистов я могу привести один пример недавний который очень хорошо охарактеризует непонимание россиян ситуации вот недавно произошел один момент когда владимир осечкин это известный российский пропагандист хотел сказать уже по привычке правозащитник я с ним общался у нас нормальные отношения все в порядке за что меня там украинцы кстати говоря многие не понимающие что я делаю на самом деле да и целей моей работы они обменяя постоянно критикуют что ты общаешься с российскими либералами российские либералы они такие же как российские нелибералы да это мы идем еще в одну глобальную тему а я им пытаюсь объяснить что ребята мне надо доносить до российской аудитории я это задекларировал нравится российский либерал я не задумываюсь над тем нравятся они мне или не нравится у меня есть четкая цель мне нужно доносить то что я делаю до российской аудитории зачем мне чтобы они мне нравились или не нравились симпатизировать им или не симпатизировать искать хороших или плохих русских ребята оставьте это все для игры в своей песочнице я задекларировал цель мне нужно донести до российской аудитории я это буду делать через либералов, через нелибералов. Если бы завтра мне позвонила Скобеева и сказала, Золкин, выходи в эфир, я бы первый к ней вышел в эфир. Сразу же. Я бы все бросил. Это ты будешь рисковать очень сильно с украинской аудиторией, с украинскими журналистами. Послушай, увольте меня от этих дел. Мне надо донести конкретные вещи. Я уверен, что если бы мне дали сказать хотя бы три фразы, я бы разорвал бы хотя бы три российских шаблона. Я добился бы своего.